А у Александра Ткачева был совершенно другого рода трон. Он недавно любовался другими красотами, о которых он сейчас сам расскажет. Кизил значит красный. Красный камень. Дословный перевод тюркского топонима Кизилташ. Посреди Гурзувской долины особняком лежит огромный валун, своим необычным цветом привлекающий внимание туристов, следующих из Алушты в Ялту. В состав этого мраморовидного останца юрского периода входит огромное количество окислов железа, которые, собственно, и окрашивают скалу в Кизилово-Красный свет. Однозначного ответа, как массивная глыба от Торжениц отделилась от главной гряды, нет. Но очевидно одно. Во все времена ее обособленность привлекала внимание людей. Так в средние века на стратегической высоте возвели дозорную башню. Подняться на Красную скалу можно только с ее северной стороны. Когда-то эта тропинка была настоящей дорогой, по которой генуэдцы поднимались наверх к своему креплению. Плодородная почва активно возделывалась во все времена. И многие растения – потомки тех культур, которые посадили здесь первые крымские земледельцы. Вокруг сохранились популяции диких яблок, груш и лещины. Кизилташ со всех сторон порос настоящим кизилом. Вот эти кусты как раз они входят в пору плодоношения. Но собирать его голыми руками не рекомендую, потому что там, где леса соприкасалась с открытыми участками тела, обязательно будет раздражение. Но особенно эту долину ценят виноградари. Уникальный минеральный состав почвы идеально подходит для выращивания теплолюбивого сорта муската белого. Исключительно из ягод, собранных в этой долине, виноделы создают настоящий нектар лета. Мускат белый красного камня, дважды признанный лучшим вином мира. Но вернемся на тропу. Подъем на красный камень недолгий, но крутой. Удивительно то, что после такого восхождения у людей находятся силы на хулиганские выходки. А вот глядя на такие надписи, сразу вспоминаются стихи Маяковского. Подписавшимся Колям и Зинам свои имена стирать бензином. А чтобы энергия не пропала даром, неплохо бы Ай-Петри помыть с кипидаром. Верхняя точка нашего путешествия 430 метров над уровнем моря. Путь сюда займет не больше получаса. Открывающийся пейзаж стоит затраченных усилий. Весь южный берег отсюда, как на ладони. Вот мы и поднялись на вершину красного камня. С этой стороны панорама моря, с другой стороны панорама главной гряды Крымских гор. А светло-серый песочек под двумя ногами – это остатки древней известки, которые были скреплены камней Генуэзской крепости, находящейся на вершине Кизилташа. Одинокая башня с небольшими пристройками появилась здесь в XIII-XIV веках. Принадлежала сначала феодоритам, затем генуэзцам. С четырех сторон крепость совершенно неприступна. Преодолеть ее под силу только современным скалолазам. Выступы этой скалы до блеска отполированы пальцами любителей острых ощущений. Вдоль отвесной стены располагаются скалолазные маршруты самых разных уровней сложности. От простых для новичков до самых сложных с отрицательным уклоном. Кстати, именно скалолазы теперь главные обитатели Красного Камня. Со всех сторон глыба окружена палатками. Туристы хорошо знают, что здесь есть все для уютного лагеря. Тени раскидистых деревьев, прохладная ключевая вода из источника Путомиш. Александр Ткачев, Алина Вилеев. Утро нового дня.